В Конституции записано. Высшим выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Поговорим об этом. 10 сентября состоятся выборы губернатора Новосибирской области. Четыре кандидата. Один из них Андрей Травников, представитель Единой России и действующий губернатор, завесивший все своими предвыборными плакатами. Время, говорит, требует. А это, между прочим, единственный кандидат, который может, мог бы, отчитаться реальными делами перед избирателями. Но он не хочет. Сделаем это за него. Пять лет назад нам было обещано, наконец, развитие городского транспорта и отдельно метрополитена. А что есть сейчас? Несчастная станция спортивная, даже не новая, просто нарост на уже существующем метромосту. До сих пор не открыта и не откроется как минимум до конца года. Травников пять лет назад обещал нам дальнейшее строительство зеленой ветки метро. Спустя пять лет те же обещания. Стабильность. Огромный потенциал тогда еще молодой кандидат в губернаторе видел в образовательном секторе Новосибирска. Посещая новосибирские школы, вузы, центры дополнительного образования, методические центры, я верю, что мы можем войти не только в десятку, но и в пятерку ведущих стран мира по качеству образования. Опираясь на новосибирское образование, это точно можно сделать, заявлял Андрей Травников. Спустя пять лет полный прорыв. В 2023 году более трети выпускников девятых классов школ региона сдали ОГЭ по математике на двойку. Объяснить это можно только одним. Правительство региона все это время игнорировало проблемы образования и не заметило, как качество учителей математики в школах упало ниже критического уровня, а их количество стремительно сокращается. Чем же еще нам запомнился Травников на посту губернатора? Невыгодные концессии, отданные московской группе компаний ВИЗ. Они строят нам платный мост, они строят поликлиники, они долгое время вывозили наш мусор. Что по мосту? Вечная стройка и бесконечные пробки давно стали частью жизни новосибирцев. Мемы про черную дыру на площадь труда уже не вызывают улыбки. За время строительства стоимость моста выросла больше, чем в два раза, с 21 до 44 миллиардов рублей. В том числе бюджетных денег. А срок сдачи был конец 22 года. Ну вот и 23 ближе к концу, а мост все строит. После окончания строительства конституционер группа ВИЗ будет взимать плату за проезд от 100 рублей и выше. И самое главное, если вдруг хозяин моста недополучит ожидаемой прибыли, остаток ему компенсируют из того же многострадального нашего с вами бюджета. Пользоваться мостом или нет – наш выбор, но платить нам придется в любом случае. Но мост хотя бы строится. А вот всем поликлиник, которые тоже должны были быть сданы еще в 22 году, до сих пор не готовы. Некоторые даже еще не начинали строить. Но губернаторы это не волнует, ведь на стройке работают правильные люди. А то, что вам поликлиник не хватает, ну что теперь, на людей обращать внимание, что ли? До выбора все забудут, считает он. В мусорном вопросе подвижек и вовсе нет. Обещанная Травникова мусорная концессия с треском провалилась, так же, как и другие курируемые им вопросы. Долгое время ей занималась компания из группы ВИЗ, про которую я уже говорила. Экология Новосибирск. Еще в 2015 году компания обещала строительство экологичных мусороперерабатывающих заводов. Для этого повышались тарифы на вывоз мусора, жители стали платить больше, а каждый бизнес вдруг обнаруживал, что в одностороннем порядке и задним числом должен экология Новосибирск огромные суммы. Ну, просто потому что. Мусорная самая проблемная из концессии, она даже была заморожена губернатором Травниковым. Статус регионального оператора у экологии Новосибирска отобрали, деньги заработали, а про заводы забыли. И это только самые громкие вопросы, которые губернатор Травников брал на личный контроль. Что же происходит с теми вопросами, которые не так очевидны? Возможно, вообще не сдвинулись с места за пять провальных лет губернаторства нашего персонажа. Андрей Травников – это лоббист большого московского бизнеса, связанного с богатейшими олигархами России и абсолютно не заботящегося об интересах новосибирцев. Человек, которому совершенно плевать на наше с вами благополучие, если только на нем нельзя заработать для друзей-олигархов пару-другую бюджетных миллиардов. Еще раз. Высшее выражение власти народа – это референдум и свободные выборы. И мы говорим о человеке, который отменил в Новосибирске и первое, и второе. Сначала с одобрения Травникова в феврале 2023 года законодательное собрание запретило нам самим выбирать себе мэра. Потом, в июле, оно же признало незаконным проведение референдума по их возврату в присутствии губернатора. Голосов за запрет набрали с трудом, чуть перевалив за требуемые 50%. Человек, который панически боится конкуренции даже в максимально тепличных условиях со стороны системных партий. Человек, отменивший выборы и не давший людям высказаться прямо по вопросу их отмены. Разве такой губернатор нам нужен? Трус, лентяй, обслуживающий интересы олигархов и разбазаривающий региональный бюджет. 8, 9 и 10 сентября состоятся выборы губернатора. Нужно обязательно прийти на них и проголосовать за любого другого кандидата. Только так получится добиться проведения второго тура. Важно не дать Травникову набрать больше 50% голосов. Поделитесь этим видео со всеми, кто живет в Новосибирске и в Новосибирской области. Расскажите всем, кто такой Травников на самом деле. Избавим регион от тех, кто презирает своих же жителей. Вместе мы добьемся результата. Субтитры создавал DimaTorzok